Расскажите о самом громком скандале, который произошел в вашей школе. В нашей школе всем ученикам выдали ноутбуки, которые им разрешили забирать домой, чтобы выполнять домашние задания. При этом веб-камеры на этих ноутбуках можно было активировать удаленно и следить за учениками. Конечно же, нас об этом не предупредили. Одного чела спалили с косяком, он делал это у себя дома, в собственной комнате. Насколько я помню, его собирались отстранить, но его родители подали на школу в суд за вторжение в частную жизнь и выиграли дело. Это событие даже привлекло внимание федеральных СМИ. Замдиректора попал в аварию и погиб. В его честь в школе устроили большую траурную церемонию. Его жена сказала несколько слов, потом к микрофону подошла его 14-летняя дочь. Она будто колебалась пару секунд, а потом выдала признание о том, что он не был хорошим человеком, а был чудовищем. Что он растлил ее саму и ее сестер и снимал их на камеру. Она сказала, что рада тому, что он умер. В зале до отказа набитым людьми установилась такая мертвая тишина, подобной которой я никогда прежде не видела. Ну и дела. Как вдова мать отреагировала на это. Она будто окаменела. Трудно сказать, было ли это потому, что она была потрясена и не знала о том, что происходило в ее доме. Или потому, что ее шокировало то, что раскрыта страшная тайна ее семьи. Девушка покинула зал после признания и учитель, который вел церемонию смущенно, велел школьному оркестру играть то, что они должны были сыграть по изначальному плану. Три четверти музыкантов даже не прикоснулись к своим инструментам, потому что вся семья покойного поспешно ушла вслед за его старшей дочерью. В одно воскресенье, через год после того, как я окончила школу, кто-то нанес женщине, совершавшей пробежку в парке, больше сорока ударов ножницами. Один из одиннадцатиклассников в последующие дни постоянно торчал в парке, задавая следователям странные вопросы и выдвигая невероятные теории. Естественно, он стал главным подозреваемым. Когда составленная со слов женщины, она чудом выжила, описание нападавшего до мелочей совпало с внешностью парня, его арестовали и в его доме были найдены ножницы и его запачканная кровью одежда. Чуваку дали больше десяти лет. Конец истории, подумали вы, ничего подобного. Через два года после суда парня освободили, потому что его брат, который был моложе его на год и который был очень похож на него, был арестован за что-то. Во время допроса он признался в том, что напал на ту женщину с ножницами. Оказалось, что старший брат взял на него свою вину и сделал ложное признание, чтобы младший не попал в тюрьму. Старший брат никому не рассказывал о правде до ареста и признания младшего. Я помнил о обоих парней по школе. Они оба считались странными, но все думали, что это следствие через чур строгого воспитания их отца, который был военным. А оказалось, что все еще хуже. Глава управления образования нашего округа взял на работу свою родственницу, которая не подходила на эту должность. Она увеличивала зарплату тех, кто работал на руководящих должностях отдела каждый год. Расплачивалась казенной кредиткой в супермаркетах, ресторанах, на заправках, покупала на нее гаджеты и подарочные сертификаты. Когда был проведен аудит, выяснилось, что расходы на руководителей и прочих сотрудников выросли примерно на 1,1 миллиона долларов. Ее муж также работал на одной из руководящих должностей управления. Как только стало известно о ее махинациях, она просто ушла на пенсию и даже сумела избежать обвинений. Ее зарплата за последний год составляла 260 518 долларов. Самое забавное в том, что госкомиссия по аудиту обнаружила, что казенная кредитка была использована для покупки лесозаготовительного оборудования в том же месяце, когда муж главы подал документы на регистрацию лесозаготовительной фирмы. Все знали, что в управлении образования царит коррупция, но никаких проверок или расследований не было, пока муж главы не начал угрожать кому-то в фейсбук. Одного из самых популярных парней нашей школы арестовали за то, что он тайно снимал на видео учеников в туалете. Ему было 18 лет. Тем, кого он снимал, было меньше. Школьный психолог спал с женой учителя физики, и все знали об этом. Учитель и его жена развелись. Психолог и учитель все еще работают в одной школе, а ученики до сих пор судачат о том, что между ними произошло. Эту историю передают ученики из поколения в поколение. Девочка погибла во время занятия в бассейне. Тренера по плаванию судили и признали виновным. Погибшая девочка была одноклассницей моей сестры, им тогда было по 7 лет. Это произошло больше 10 лет назад, и ее родители так и не завели другого ребенка. Она была их единственной дочерью. Дочь директора в школе была моей одноклассницей. Однажды директор по внутренней связи объявил о том, что уходит со своей должности. Он объяснил это тем, что между ним и учительницей физкультуры еще несколько месяцев назад возникли платонические отношения. Его признание было слышно во всех трех корпусах школы. Помню, что все в нашем классе разом посмотрели на дочь директора, которая оказалась потрясенной этим заявлением. Как я понял, она впервые слышала об этом. Вскоре после этого учительница физкультуры тоже уволилась. Самое забавное в том, что она даже не догадывалась о своих платонических отношениях с директором. Она просто учила детей и старалась быть дружелюбной со всеми. Директор ошибочно трактовал ее отношение к нему и доложил руководству о возникшей между ними связи. Там ему посоветовали уволиться с должности. Учительнице стало так неловко, что ей тоже пришлось уволиться. Ее муж не сразу поверил в то, что между ней и директором ничего не было. В нашей школе произошла какая-то потасовка, о которой даже рассказали в новостях, где также показали видео с реакцией директора. На следующее утро после инцидента директриса выступила с обращением к школьникам. Она была очень сердита, говорила не стесняясь выражений, несколько раз напомнила о дивизии нашей школы и закончила обращение словами «Запишите это, если не можете запомнить». Ее слова «Запишите это» после этого стали своеобразным мемом, что сама директор восприняла с юмором. Некоторые вскоре даже начали носить футболки с надписями «Запишите это» на спине. Когда я учился в девятом классе, одиннадцатиклассники устроили выпускной пранк. Они проникли в школьный гараж и порезали шины автобусов, чтобы добиться отмены занятий. Итоговый ущерб был оценен на 40 тысяч долларов. Все школьники пропустили один день учебы. Полиция целую неделю приходила в школу и допрашивала нас. В итоге наказали лишь немногих из них, из-за того, что многие автобусы были припаркованы вторым рядом. Одиннадцатиклассники порезали шины лишь автобусов первого ряда, поэтому по записям с камер было невозможно установить личности преступников. После этого автобусы нашей школы и ближайшей школы начали парковать строго по одному ряду. Количество камер было увеличено. Двоих из наших учителей в разное время арестовали за то, что они тайком снимали школьников на видео. Учитель труда поставил на полу камеру, направив ее на стулья учеников. А когда к нему подходили школьницы, он незаметно опускал под стол свой айпад с включенной камерой. Он одолжил свою флешку одному из учеников, и тот обнаружил его видеозаписи. Учитель риторики был арестован за то, что спрятал камеру под раковиной туалета, в которой ходили посещающие его кружок ученики. На самом деле это был даже не скандал, просто как-то раз ученики нашей школы устроили сидячую забастовку. Уборщика, которого любила вся школа, уволили после мелкой ссоры с поваром школьной столовой, очень придирчивой дамой. Сейчас я понимаю, что скорее всего у нее была интрижка с директором. Все ученики старших классов сели на полу у столовой в 8.30, когда прозвенел звонок на первый урок, и продолжали сидеть до окончания последнего урока в 3 часа дня. После этого к нам пришел директор и сказал, что уборщик восстановлен в должности. Мы все закричали от радости. Это даже попало в местные новости. Когда я еще училась в средних классах, произошло следующее. Заместителя директора пырнули ножом в туалете. Он обвинил в этом одного из учеников. У этого ученика было алиби, а значит кто-то врал. Оказалось, что зам директора сам ударил себя ножом, чтобы подставить ученика. В нашей школе работали учитель и учительница по физкультуре. У них был общий кабинет. У них были очень хорошие отношения, и ученики в шутку называли их парой. Мы были еще глупыми детьми и не думали об этом всерьез. Через пару лет они начали странно вести себя в присутствии друг друга. Пошли слухи, что он бросил жену и детей ради нее. Но на самом деле все было не совсем так. Они просто обустроили еще одну спальню в своем доме, и там поселилась учительница физкультуры. У детей физрука стало две мамы, причем они хорошо ладили друг с другом. Около года все судачили об этом, а потом просто привыкли. Если не ошибаюсь, они так живут уже лет 15. Кто-то создал фейковую страницу нашего директора на фейсбук. Он оставлял забавные комментарии под постами учителей. Больше всего запомнился такой. Спасибо за приятные выходные, миссис Браун. Потом он добавил в друзья всех учеников и начал прикалываться и над ними. Страница была тайно создана в компьютерном кабинете. Администрация школы так и не вычислила этого ученика. Это был брат моего друга. Учительница физкультуры снялась в обнаженной фотосессии для плейбой. Вся школа увидела фотографии, когда один из родителей узнал ее и разрешил сыну взять журнал в школу. Учительницу уволили. Девушка из параллельного класса умерла от опухоли мозга за неделю до выпускного бала. Ее похоронили за день до бала. Это было ужасно. Скандал касался не столько школы, сколько нашей больницы. Эти ублюдки до самой смерти не диагностировали опухоль и говорили ей, что мигрени, которые у нее были, вызваны стрессом. Она умерла в самолете, когда ее везли в больницу ближайшего крупного города. Кто-то в нашей школе завел блог со школьными сплетнями и начал жестоко над всеми издеваться. На многих вылился уши от грязи. Я только обрадовалась, потому что обожаю скандалы, но при этом у меня безупречная репутация. Либо просто я настолько незаметная, что автор блога даже не знает меня. Никто так и не смог выяснить, кто создал этот блог. Могу сказать лишь одно. Это безжалостный человек. Он расколол школу на враждующие лагеря. Холодная война и все такое. У нас была очень классная учительница. Она не наказывала за опоздание, разрешалась бегать в столовую при условии, что мы захватим для нее кофе на обратном пути. Она иногда материлась на уроках и задавала упражнения по типу, как в фильме «Писатели свободы», когда кто-то из учеников писал на доске что-то негативное и весь класс рассуждал на эту тему. В общем, как-то раз она пришла на урок с кольцом на руке, а мои одноклассницы сразу его заметили. Она сказала, что обручилась с парнем, с которым встречалась в школьные годы, и что скоро состоится свадьба, потому что он военный и его отправляют в Афганистан. Однажды, через пару месяцев после этого, она принесла на урок газетную вырезку, где говорилось, что ее муж погиб. Она рассказала нам душераздирающую историю о его смерти и сказала, что в конце недели едет на его похороны в Арлингтон. По неизвестной мне причине, кто-то из моих одноклассников нашел страницу ее мужа в Facebook. Оказалось, что он до сих пор активно ею пользуется. Одноклассник спросил у него, знаком ли он с нашей учительницей, и рассказал о его предполагаемой смерти в Афганистане. Оказалось, что учительница все выдумала. Парень признался, что она была влюблена в него еще со школы, и что она всегда была немного не в себе. Больше в нашей школе она не появлялась. У меня был ее номер, и когда мы узнали правду о ней, я написал ей что-то типа, «Это правда?» Насколько я помню, она написала в ответ, «Повзрослею же». Вскоре после этого она удалила свои страницы на Facebook и других соцсетях, и я не знаю, где она и чем занимается. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok